Привет, меня зовут Полина Каминская, это проект «Наша культура» на телеканале Енисей. Очень рада вас всех видеть, а сейчас коротко о том, что нас ждет сегодня в программе. Каково это быть представителем династии музыкантов, рассказывает дирижер Мария Бенюмова. Новости от Михаила Тарковского. Писателя теперь и сценарист презентовал новый фильм «Жесткая сцепка. О чем кино?» Та, которая поет или концерт сильной женщины Марины Вишневской. Кто важнее, свита или король, точнее королева. И чтобы ответить на этот вопрос, нам придется поспешить. Дело в том, что для нашей героини время – ценнейший ресурс. Растрачивать его по пусту она не позволит ни себе, ни нам. А знаешь, все еще будет, когда я уйду? Когда я уйду, мы заканчиваем на философской паузе, как мы это делаем. Свет перемещается на тебя, ты остаешься прекрасной в луче, импровизируешь то количество времени, которое мне необходимо. А вот так? С артисткой Вишневской спорить сложно. Все знают, при желании она одна могла бы не то что спеть, но поставить, провести и отыграть весь концерт от начала до конца. За в целом недолгую сценическую жизнь в Красноярске она сумела покорить и телеэкраны, и подмостки нескольких площадок, и практически в одиночку возродить интерес публики к жанру мюзикла. На Вишневскую приходят толпами. Сама она, не скромничая, говорит, да, я добилась многого, но ведь и трудилась немало. Делала то, чего не делали другие. Была на лету, на плаву впереди. Моя деду спектакль «Откровение про Эдит Пиаф» взорвал в соцсети. Все постили оттуда видео, фото, некоторые даже бросились учить французский. Все потому, что это было вновь. Я люблю удивлять. А сейчас давайте, давайте, коллеги, поторопитесь, у меня премьера, концертная ревюк, которая поет. Это песни Аллы Пугачевой. И спеть эти песни, так же, как это сделала в свое время Алла Борисовна, было бы, наверное, просто кощунство. Поэтому я искала в этих текстах и в этой музыке, в том числе и с помощью создания новых аранжировок, свою интерпретацию, свое чувствование этих стихов, историй, которые зашиты внутри. Мы в зале. Он полон. Публика шумит и волнуется. Но вот гаснет свет. На сцене появляются музыканты. И в ярко освещенном софитами центре к своему зрителю выходит, нет, не Алла, Марина, которая поет. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Номера следуют один за другим. Белоснежную строгость брючного костюма сменяет алая страстность платья по фигуре. Зрители подпевают каждой строчке, ловят каждое слово. В чем тут дело? В магии сильной женщины или же сильных текстов пока непонятно. Но, кажется, наша героиня не играет. Она действительно проживает каждую историю отдельно. После концерта Марина признается. Да, мне нравятся сильные личности. Это сгусток энергии. Я такая же, меня притягивает эта же чистая физика. Тому, что Вишневская разбирается и в физике тоже, удивляться уже некогда. Просто верим сразу и безоговорочно. Настолько, что пригласили на урок речи. Да, это еще одна ипостась артистки. И сделаем вдох физиологический, не специальный. Вот мягкий живот. Подъем. Удерживаем мышцы. Вот они. Да, у всех есть мышцы пресса. Удивительное дело смеется Марина. Есть язык, в нем есть слова. Но, во-первых, не все этими словами пользуются правильно. А, во-вторых, не каждый умеет говорить вообще. Серьезно. Связки – это мышцы, их тоже можно прокачать. Вообще, эта школа речи для певицы и актрисы – практикум. Здесь она может реализовать свой интерес ученого, изыскателя. Любопытно применить свои многолетние наработки на практике. Помочь людям заговорить. С другой стороны, полезен и навык общения тет-а-тет. Я и педагог, и ученик, говорит Марина. Многое черпаю отсюда для сцены. А еще именно здесь, в живом общении, я научилась ставить блок. Иначе эмоций не хватит. В жизни я менее теплая, менее светлая, менее яркая, менее лучистая. И вот все то, что мне приписывают в сценическом пространстве, все гораздо менее. Но это пришло тоже со временем. И единственный человек на сегодняшний день, которому я, безусловно, всегда рефлексирую те эмоции, которые он мне предлагает, – это мой сын. Но там-то по-другому нельзя. Потому что этот человек настолько чистый и настолько естественный в своей природе и, в частности, эмоциональный, что если ты не отражаешь так же честно и искренне, то он это все чувствует. Говорит, так, мам, что-то у нас тут не то. Но вы понимаете, не то у Вишневской бывает нечасто. Просто потому, что она давно раскрыла рецепт счастья в профессии. Любить то, что делаешь, и делать то, что любишь. Невзирая на завистников и недоброжелателей, они есть у каждого успешного человека. А вот независимый эксперт и главный зритель есть не у всех. И на этих словах Марина нас попросту выгоняет из кабинета. Собирается звонить сыну Ване. А это не для чужих ушей. Писатели и современный отшельник Михаил Александрович Тарковский нечасто балуют публику своим присутствием. Однако все изменилось в конце 2018-го. Свет увидели сразу несколько произведений автора. А теперь еще и фильм в жанре роуд-муви. И так почему сцепка жесткая и кто он – современный романтик. В сюжете далее. Это история о путешествии. Настоящая сибирская роуд-муви с суровым характером. Сценарий – скорее наметка. Конва поправляет меня Михаил Тарковский, один из создателей фильма и родственник тех самых Тарковских. Появился от человека. Это мой хороший знакомый. В соседней деревне живет, в Сумарокове. Таков и есть. Истинный старовер, охотник. Справедливый, не врет никогда. Родню помнит до далеких колен. Когда-то они, знаменитые дальневосточные тигроловы-селедковы, боясь гонений за веру, разделились. Одни отправились в Китай, другие – за море, в Южную Америку. Третьи остались на месте. А вот наш герой оказался в Сибири. Был тогда полуторалеткой. И вот потянуло на малую родину. Человек едет с севера Красноярского края на берег Тихого океана. Это больше 5000 километров. Едет для того, чтобы посетить могилу матери. Это огромный труд попытаться, повторюсь, растянуть свою душу между двух океанов. Между Атлантическим и Тихим. Это и трудно, но это очень для тебя важно. В этой истории жизнь. Сам Михаил уже обращался к теме путешествия, как поиска самого себя. Своего места на карте «Сердце родного человека» в романе «Тойота Креста». Он вышел в этом году. В дороге ты действительно чаще всего один на один со своими мыслями. Как не задуматься? Вот и герой фильма, позволивший киношникам стать своими попутчиками и свидетелями очень личных встреч и открытий, признавался им, стал другим за время переезда. Михаил подтверждает, таким чистым, незамутненным людям всегда сложно дается жизнь больших городов. У него было так же. Переехал из Москвы в сибирскую Бахту 20 лет назад. И слава Богу. Мне страшно подумать о том, что я бы не попал в Сибирь в свое время. Что здесь такое особенное? А все, все мое. Я просто здесь смысл ощущаю. Своего существования, своей работы, свое общение с людьми, с природой. Снимался фильм полтора месяца, монтировался куда дольше. Герой передвигался автостопом, съемочная группа за ним на своем транспорте. Много из задуманного не состоялось. Даже само название «Жесткая сцепка» – особый вид буксира, несгибаемой конструкции у автоперегончиков – снять не удалось. Название осталось и приобрело новый смысл. Напрочно, жестко сцеплены кровные связи у древнего рода. Хоть и раскидало их от Боливии до севера Красноярского края, они растеряли они друг друга. Вот бы и нам так же закрепить постоянный контакт с публикой, сетует директор Красноярской киностудии и режиссер фильма Александр Калашников. Кино ведь снимаем отличное, а прокатчики документалку не берут. Обидно. Мы по фестивалям показываем, потому что нужен прокатчик, дистрибьюторам это неинтересно. Они даже западные фильмы, которые более качественные даже, чем наши, по картинке, по изображению, не по картинке. То есть они их не берут, они считают, что на их никто не пойдет. И они берут только блокбастер, чтобы заполнить свое пространство. Сидеть с кукурузой и жевать. Вот и получается жвачка для мозгов. А ведь кино про настоящую жизнь с непридуманными героями может научить важному. Мир огромен, все мы разные и значим каждый из нас. Легко ли быть продолжательницей музыкальной династии? Кто главнее? Музыка, артисты или дирижер? И каково это бывать в родном городе проездом? Обо всем подробно Мария Бенюмова. Встречаем аплодисментами. Болею за каждую нотку. Очень хочется донести эмоции. Свои, артистов, композитора. Мы все там вложились понемножку, говорит Мария. Красноярцам, своим землякам, всегда хочется сделать подарок. В этот раз подобрала программу, которую не то что не услышишь в России. На мировой сцене редко. Ранние сочинения Петра Чайковского и Леуша Яночика. Последнего называли одним из будителей Чехии. Он стремился разбудить тех, в ком уснуло чувство национальной гордости. Пьеса «Игилия» – пылкое, выразительное на стыке классицизма и романтизма. Произведение крупное, семичастное и как раз для струнного оркестра. И в этой каждой части можно найти какой-то свой микрокосмос эмоций и состояний. И это каждая часть разная по форме. И мне кажется, что это как бы вот когда молодой человек начинает что-то писать, он учится. Он делает наброски для того, чтобы научиться, может быть, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Но, естественно, видно, что это юный гений, который вот начинает. «Мария продолжает. Мне понятно эти искания. Сама в свое время думала о несвязанных с музыкой, психологией и юриспруденцией. Но призвание есть призвание. Поняла, моя жизнь должна прозвучать, а неродное дело явно фальшивило. Участь в колледже полюбила хоровое дирижирование, и чем больше влюблялась, тем легче двигалась в этом направлении. При этом я знала, дирижеров женщин мало, успешных дирижеров женщин еще меньше, но все получилось. К тому же мне очень нравится это ощущение, не власти нет, а собранности, когда ты управляешь сложным механизмом, будучи при этом частью этого механизма». Там особо не покомандуешь. То есть авторитарные какие-то виды общения, они приводят к очень серьезным конфликтам, и они стоят тебе, как руководителю, таких сил, которые не оправдывают затрат, энергетический затрат, которых я хочу вообще отдать семье, музыке и так далее. Сегодня Мария живет в Германии и гастролирует по всему миру, но Красноярск не забывает. Приезжать с концертами удается несколько раз в год. Первое выступление в 2019-м в рамках Суриковского фестиваля искусств. А потом уже, говорит дирижер, следите за афишей на сайте родного камерного оркестра. Обещаю, будет много интересного. Лучшее, любимое и только для вас. На этой неделе вы могли бы пропустить, если бы не наша программа. Литературно-музыкальный экскурс в творчество одного из крупнейших композиторов 20 века. Автора 15 симфоний и квартетов, 6 концертов, 3 опер и 3 балетов Дмитрия Шостаковича. Его сопровождали прессинг со стороны властей и поклонение мировой публике. Он пережил голод, но плакал всего два раза в жизни. Концерт подготовили Красноярский симфонический оркестр под руководством Владимира Ланды и телеведущий канала «Культура» Юлиан Макаров. Все случится в эту субботу, 2 февраля, в Большом концертном зале. Также вам посчастливится посетить выставку современного тезки Великого Сурикова в музейном центре Площадь мира. Художник Александр Суриков приглашает удивиться панораме городского просторечия. В экспозиции под названием «НРСБ», то есть «Неразборчиво». Здесь собраны работы, вдохновленные уличными вывесками, объявлениями, рекламой и их причудливыми сочетаниями. Щи и фрукты, ясли ад и сало. Мебели в сочной манере арт-брют – пожалуй, самая необычная ода урбанизму за последнее время. И на сегодня это все. С вами был проект «Наша культура». Меня зовут Полина Каминская. До свидания. И помните, основа всякой культуры прежде всего в самом человеке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok